Как жить в вибрациях нового времени? Что вообще сейчас происходит во Вселенной и чему учит нас мир через происходящие события? Сегодня я бы хотела поделиться с вами пятью важнейшими уроками нового времени. Как вы, наверное, знаете, мы все сейчас переходим в эру Водолея. Этот большой переход мы очень долго ждали, очень долго к нему готовились. И сколько я себя помню, по-моему, с 2000 года все предвкушали, что ну вот сейчас будет Великий Переход, вот сейчас будет. И это говорили мне во втором году, в 2002, потом в 2010, в 2012, в 2018. Но вот наконец-то в 2020 году большой переход начался. Сейчас мы в его эпицентре. Тем, кто никогда не увлекался эзотерикой, может быть, очень страшно и турбулентно. Тем, кто эзотерикой увлекался, очень интересно. Мы запасаемся попкорном и, собственно говоря, благодарим Вселенную за эту честь быть участниками этого перехода. Перехода на совершенно новый уровень, в совершенно новый мир. Но чтобы действительно перейти в этот мир и не посидеть, хорошо бы понимать, по каким правилам будет строиться новый мир, который сейчас создается и рождается. И да, рождается больно, рождается тяжело, рождается в муках, рождается сквозь большое преодоление и страх, но тем не менее рождается. Давайте сейчас с вами об этом поговорим. И давайте запомним, запишем и внедрим в свою жизнь пять главных законов нового времени, которые уже начали действовать и которые могут сейчас работать либо на вас, либо против вас. Поставьте лайк, если эта тема вам актуальна и нужно больше эзотерики на канале. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не со мной. Пять законов нового времени. Первый закон – закон благодарности. Это тот урок, которому мы все сейчас активно обучаемся. Быть благодарными за то, что у тебя есть здесь и сейчас. Была эра потребительства, да, была эра инстаграма, когда мы смотрели на икру на чужом куске хлеба, завидовали и все время концентрировались на том, чего у меня еще нет, чего мне еще не хватает, чего мне недостаточно и так далее. И очень многие из-за этого погрязли в психологии нехватки и недостаточности. Что бы я не получала от мира, чего бы я не добивалась, все равно всегда кажется, что мало, что у другого больше, что не хватает и так далее. Так вот, нынешние времена прекрасно учат нас возвращаться к ощущению благодарности и изобилия. Потому что чем жестче испытания, тем легче нам быть благодарными за то, что есть. Например, ты понимаешь, что просто спать ночью в тишине в своей кровати – это уже охренеть какая привилегия по нынешним временам. Просто от того, что у тебя за окном бомбы не взрываются и тихо – это уже огромный повод сказать «Господи, спасибо большое». Просто то, что твой мужчина, например, твой муж, парень, любовник, сын, что он дома – это уже огромный повод для благодарности. И ты, может быть, перестаешь так думать о том, что денег он мало зарабатывает, внимания что-то недостаточно уделяет, и вообще мог бы член у него быть побольше. А вот у Маруськи муж ей кортье подарил или еще что-то. Ты начинаешь быть благодарным человеку просто за то, что он есть, и ты вообще можешь его видеть и можешь знать, что он жив, здоров и он рядом. И вот таким вот образом через эти жесткие уроки, через эти жесткие события, которые мы проходим, мы все сейчас вспоминаем о силе благодарности, о том, что вот где бы мы ни были, что бы у нас сейчас ни было, у нас точно есть повод для благодарности. Почему так важно научиться благодарности? Потому что только благодарность дает тебе силу и ресурс для созидания жизни. И состояние нехватки, у меня все плохо, у меня жизнь плохая, мне не хватает, мне не получается, ты ничего создать не можешь. Это состояние не ресурсное, это состояние энергетического минуса. Благодарность, когда, господи, спасибо, что у меня есть руки, ноги, спасибо, что я здорова, спасибо, что сегодня тихо, что мирное небо, спасибо, что мой мужчина, например, дома, спасибо, что у меня есть работа, спасибо, что у меня есть семья, спасибо за все, за осень, за то, что я этот рассвет, за то, что я вообще живая, спасибо, да? То есть, когда ты начинаешь благодарить вот таким вот образом за все, ты начинаешь понимать, сколько же всего у тебя уже есть. То есть, ты входишь в контакт со своей силой, сколько же я всего себе создала. А раз я это создала, значит, я могу создать себе еще больше. Поэтому именно с благодарности начинается сотворение, созидание и строительство чего-то большего. И до тех пор, пока ты не научишься и не привыкнешь хотя бы три раза в день поднимать глаза на небо и говорить «спасибо, что я вообще живу», двигаться дальше, развиваться и что-то строить и создавать будет достаточно сложно. Второй закон и важный урок, который нужно усвоить сегодня, это закон отпускания и доверия. Я уже рассказывала вам про закон пустоты, о том, что новое может прийти только на свободное место. Ну, условно, наверное, не надо ждать волшебного принца на белом коне до тех пор, пока вы замужем за абьюзером и алкоголиком. Не придет принц к вам в вашу жизнь и не достанет вас из вашей халупы, где вы со своим алкашом сидите и ждете, что он исправится. Ну, не придет просто потому, что для принца в вашей жизни нет места. Оно занято, например, вашим алкоголиком-абьюзером. Казалось бы, очевидная жизнь, очевидная вещь, но вполне вот для многих непонятная. Не придет новая волшебная работа, пока вы скрепите зубами на старой ненавистной. И таким вот образом, да, очень много нового и хорошего не имеет возможности прийти в нашу жизнь до тех пор, пока мы цепляемся за старое и отжившее. И сегодняшние времена, которые смело можно назвать такими временами разрушения и потерь, многие теряют дома, работы, мужчин, теряют привычный уклад жизни, теряют иллюзии, теряют мечты, теряют надежды, теряют город свой родной, да, свою страну. Потери просто вот на потерях потерями погоняют. И на самом деле, когда мы входим в такую полосу потерь, это урок, что пора учиться отпускать. Потому что до тех пор, пока мы держимся за старое и за стабильное и за знакомое и за привычное, мы не живем. Жизнь – это движение, это непрестанное движение. И если вы не движетесь вперед, вас будет откатывать назад, потому что движение все равно не остановить. Поэтому именно сейчас крайне важно научиться отпускать, научиться доверять. Как помните на той картинке, когда девочка держит за спиной маленького мишку и не хочет его отдавать, а перед ней сидит Иисус Христос, и она говорит, боже, ну я же люблю это. А у Христа за спиной медведь гораздо больше, он говорит, просто доверяй мне. То есть, когда мы не хотим отдавать что-то, нам правда кажется, что это лучшее, что для нас может быть, что ничего круче мы создать себе уже не сможем. Вселенная отбирает у тебя, чтобы показать, доверяй мне, ты можешь больше, ты можешь лучше, я в тебя верю, поверь ты в себя. Ведь неготовность отпускать – это неверие в себя, это непонимание того, что если я один раз создала, я могу создать второй раз. Я могу создать больше, я могу создать лучше. Верьте в себя, доверяйте Вселенной и помните, что получить можно, только разжав кулаки. Третий закон нового времени. Новая эра подразумевает, что мы все делаем огромный скачок от нормы к естественности. В прошлой эпохе, в прошлом старом мире мы все жили по нормам. Этими нормами была пропитана и насыщена вся наша жизнь, она была полностью регламентирована. Когда нормально выходить замуж, как нормально себя вести, как правильно, как должно, что такое хорошо и что такое плохо. И эти нормы нас очень сковывали. Мы сейчас выходим в новую эру, эру свободы и естественности, где мы живем не так, как нормально для кого-то, не по чужим нормам, стандартам, ГТО. Мы живем сейчас и начинаем действовать, выбирать, решать по законам естественности, что для меня естественно. Например, когда вам сообщали что-то плохое, нормальным было держать лицо и делать вид, что все нормально. Но это же не естественно, когда вам что-то сообщают и вас это ранит или пугает или злит. Абсолютно естественным является почувствовать свои чувства и поделиться, и учиться искать экологичные способы делиться чувствами. Ну, например, сказать «я очень зол, что ты мне это говоришь», или «я очень разочарована, что вот это сейчас происходит», или «мне очень страшно». То есть выражать свои чувства – это естественно. Поэтому мы сейчас и во всех сферах нашей жизни, да, и во всех основах, во всех начинаниях, да, если раньше было нормально иметь стабильную работу, да, может быть, это нормально, но это нифига не естественно. Естественно заниматься тем, что ты любишь, тем, что у тебя хорошо получается, тем, чем тебе интересно зарабатывать деньги. И так сейчас будет происходить во всех, во всех сферах. Там нормально хранить семью ради ребенка, терпеть друг друга до старости, до пенсии, хоть вы уже давно изменяете, ненавидите чужие люди, но это же неестественно. И поэтому везде, где вы сейчас в жизни держитесь за старые нормы, будут разрушения, будут потери, все нормы будут уходить из вашей жизни, а естественность будет приходить. И очень важно задаваться вопросом, а что было бы для меня естественно, а чего просит моя душа, а что я чувствую, а чего я желаю. И естественным будет слушаться не чужих норм, а своих чувств и желаний. Четвертый закон и урок нового времени – это квантовый скачок из мира страхов в мир любви. Я уже говорила в прошлом видео, вот вам ссылочку оставлю, что действительно очень многие из нас привыкли выживать, то есть жить из позиции страха. И страх зачастую управлял нами всю нашу жизнь, регламентировал всю нашу жизнь и определял всю нашу жизнь. Мы не жили, мы выживали, мы выбирали условно безопасный вариант. И это приводило нас очень часто в депрессию, потому что из безопасности мы могли идти не в тот вуз, куда хотели, а вот куда получилось поступить. Не в тот город, где я всегда мечтала жить, а там, где живет вся моя родня. Не тот мужчина, который мне действительно нравится, а тот, который вроде нормальный, не пьющий, не разобьет мне сердце. И таких вот выборов, таких вот компромиссов уродливых с собой у вас могло быть миллион, если вами управлял страх. Огромное количество людей жило на черновик. Вот в этом синдроме отложенной жизни, что однажды когда-нибудь в следующей жизни, а пока ну вот так, ну вот как-то так. Безопасный вариант. И сейчас, когда в мире происходит настоящая реальная опасность, и ты видишь реальную угрозу, ты понимаешь, что у тебя, сука, нет больше времени не жить. Нет больше времени на черновик писать. Нет больше времени откладывать свои мечты, свою истинную любовь, свою истинную себя. Все, вот сейчас, либо никогда. Наверное, многие это почувствуют, это ощущение, что либо я это делаю сейчас, либо, возможно, никогда. Потому что действительно в условиях военных конфликтов, каких-то эпидемий, пандемии, еще чего-то, ты понимаешь, что завтра у тебя может тупо элементарно не быть. И действительно в ситуации, когда у меня, возможно, есть только сегодня и только сейчас, выбирая между жить безопасно и жить, как я хочу, у тебя появляется реальный шанс сделать правильный выбор наконец-то. Набраться на него смелости, потому что стабильности больше нет. Это иллюзия. Цепляться больше не за что, безопасности больше нет. Вселенная позаботилась, чтобы никто там, где он есть, не чувствовал себя безопасно. Соответственно, у тебя появляется возможность пойти туда, куда ты всегда хотел, но не решался. И самое смешное, самое трагичное при этом, что люди, которые живут в страхе и из страха, это люди, которые живут по принципу «лишь бы только не умереть». Потому что самый глобальный страх – это страх смерти. И я все свои решения, выборы и жизнь строю так, чтобы вроде как спрятаться от смерти, не понимая, что смерть гарантированно меня ждет. И каждого из нас ждет. И вопрос не в том, сколько дней будет длиться моя жизнь, а в том, сколько жизни будет в каждом моем дне. Поэтому новое время очень помогает нам понять, что пора жить по любви. Пора выбирать, делать, действовать, быть там, где ты любишь, с теми, кого ты любишь, делая то, что ты любишь, так, как ты любишь. И точка. Ну и последний, пятый урок нового времени – это ускорение. Я думаю, вы уже это и без меня заметили, что все невероятно ускорилось. Все процессы, все материализации. Да, то есть если раньше процесс материализации шел долго, сейчас он очень сжался. И не успеваете вы что-то подумать, как это происходит. И мысль, эмоция, действие, результат, вот эта цепочка, она стала очень короткой, очень быстро реализуемой. Поэтому надо это учитывать. Надо это учитывать и действительно стараться по максимуму жить более чистой жизнью. Следить за своей психологической гигиеной. Регулярно освобождаться от негативных эмоций, от тяжелых чувств, от внутренних конфликтов, от саботирующих вас мыслей. Почему? Не из страха, не буду вас пугать, потому что если вы сейчас что-то не то подумаете, вы умрете. Нет. Просто потому, что сейчас очень мотивирующее время. Сейчас все, о чем вы мечтали, вы можете получить достаточно быстро. Если только вы не растеряетесь и будете использовать эти энергии и скорости нового времени себе во благо. Поэтому действуйте. У вас есть пять новых принципов, по которым вы можете жить следующие пять, может быть, десять, может быть, больше лет. Я надеюсь, что я вам сегодня немножко помогла. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Напишите мне в комментариях, какое из действий этих пяти законов вы уже на себе отметили. И где у вас самый сильный инсайт произошел. Главное помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!